Суббота 1 июня футбольный клуб Слоним на выезде встречался с командой Смолевичей СТИ. Игра проходила на новом стадионе Озерно, вмещающем 1600 зрителей. На дворовых полях и мировых аренах, под давлением шума, футбол ради победы, на ящик Кива или чемпионов. Представляем вашему вниманию составы команд. Суббота 1 июня футбольный клуб Уже на первой минуте матча с дальней дистанции опасно пробил Дмитрий Хаританович. Затем на пятой минуте воспользовался ошибкой в передаче гостей Павел Гречишко, который в свою очередь выявил на ударную позицию Михаила Щербакова. Нападающий Смолевичей пробил и оказался точен. Через 10 минут хозяеве вновь добиваются успеха. Страханович отдал паштрафную на тропашку, то сместился вправо и пробил. А скачивший от мельника мяч добил ворота Ярослав Шкурко. А дальше на 18-21 минутах матча случилось то, что мы оставим без комментариев, так как действия судей обсуждать не положено. Единственное, скажем, что вначале сжигало, а затем Кухаренок оказались на газоне штрафной Смолевичи не без помощи соперника. После второго случая не сдержал своих эмоций Владимир Маргулес, за что и был удален с поля. Среди на первого тайма слонемчане остались в меньшинстве. Субтитры создавал DimaTorzok На 25-й минуте хозяева реализовали свое большинство. Артем Давидович ворвался в штрафную слоневу по правому флангу и с острого угла поразил ближний угол ворота. На 34-й минуте открыл счет своим голам в этом сезоне Денис Тропашко. На этот раз в гол забивался с левого фланга. Мяч прошел мимо мельника в дальний угол. В начале второго тайма хозяева вновь добиваются успеха. На 56-й минуте Дмитрий Король прошел по левому флангу, сделал поперечный пас на Михаила Щербакова, который пробил в одно касание и поразил девятку ворот слонема. А на 67-й минуте красную карточку уже увидел игрок Смолевичей. Поле покинул Николай Стрижков и матч соперники доигрывали в равных составах. На 75-й минуте слонемчане получили право на перспективный штрафной. Мяч после навеса Соколовского не создал больших помех для ворот хозяев. Тут же следует вынос мяча на Леонида Ханкевича, который выиграл спринтерский забег у слонемского защитника и вышел один на один с мялеком. Однако реализовать стопроцентную возможность забить гол нападающий Смолевичей так и не смог. На 86-й минуте после навеса штрафную Егором Соколовским головой целил в дальнюю девятку Евгений Шикавко, но мяч прошел рядом с правой стойкой ворот. На 2-й добавленной минуте слонемчане все-таки размочили счет. Максим Котой из штрафной соперника воспользовался передачей Соколовского и с острого угла поразил ворота хозяев. Во-первых, хочу огромное спасибо сказать болельщикам нашим, которые приезжают поддерживать нас. В любой ситуации. По игре, скажем так, ребятам большое спасибо за второй тайм. Это хороший тайм был. 1-1 мы его сыграли. А по первому тайму скажу так. Да, мы на своих ошибках. Опять в середине наошибались, пропустили два гола первых. Но потом, что начало твориться, это вообще я не понимаю, как так можно. Я думаю, что из этого всего будут сделаны нормальные выводы. И там, и мы у себя в команде. Да, я еще раз повторюсь, мы проиграли первый тайм, это однозначно. Но после второго гола игра была сломана, это 100%. Так что, думаю, тут еще и болельщики. И просто приезжали ребята, они, думаю, расскажут и видели все. Так что, всем хочу сказать, что нас так просто, как говорится, не сломать. Я думаю, мы будем готовиться к следующей игре. Играем мы ее дома, играем с Витебском. Игра тоже будет тяжелая. Так что, приходите на футбол и поддерживайте команду. В любой ситуации и при любом раскладе. Просто говорю, от вас, от многих, от всех болельщиков Слонима зависит то, как мы будем играть и как мы будем выступать дальше. А дальше, в субботу, 8 июня, слонимчане принимают футбольный клуб в Витебск. Игра на стадионе «Юность» начнется в 17 часов.